Добрый вечер! Вы смотрите программу Трибуна Нового Века, Трибуна Депутата. Как всегда в фокусе событий самые острые проблемы и пути их решения. Мнение, дискуссии, предложения все это сегодня в большой студии ТНВ при участии наших уважаемых экспертов. По данным статистики только 40% россиян регулярно пользуются своими страховыми медицинскими полисами и обращаются в поликлиники по месту жительства. При этом значительная часть обратившихся приходит в медицинские организации по формальным причинам. Например, оформить больничный или получить рецепт на лекарства. Те же из нас, кто попадает в больницы по необходимости, рискуют получить неквалифицированную медицинскую помощь. Как же быть в этой ситуации при необходимости отстоять свои права? Роль страховой медицины в Татарстане и проблемы защиты прав пациентов сегодня обсудим в программе Трибуна Нового Века, Трибуна Депутата. Итак, в нашу студию сегодня приглашены Айрат Закевич Фарахов, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Добрый вечер. Айрат Далезович Гарипов, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан. Здравствуйте. Рустей Мальгизович Незамиев, начальник отдела координации взаимодействия пользователей Государственной информационной системы Республики Татарстан, народный контроль. Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ Любовь Николаевна Шейхуддинова, временно исполняющая обязанности и руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан. Здравствуйте. В нашей дискуссии принимает участие Ленар Рустамович Гарифулин, генеральный директор страховой компании Акбар Смет. Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ И Артур Анварович Нагимзянов, заместитель генерального директора страховой медицинской организации спасения. Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Исполнение полномочий, потому что полномочия федеральной службы определены указом президента, положением, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации. Это государственный контроль и надзор. И в том числе надзор за качеством, оказание медицинской помощи. Но мы должны понимать, что только 60% медицинской помощи примерно оказывается в системе обязательного медицинского страхования. Частные медицинские организации чаще всего не в системе обязательного медицинского страхования. Есть организации так называемой социальной медицинской помощи, психиатрия, туберкулез. Это тоже вне обязательного медицинского страхования. Поэтому в целом здесь все четко определено, так же, как написано в федеральном законодательстве. С точки зрения, что должны делать страховые медицинские организации, их полномочия, их обязанности также совершенно четко определены законом. Они должны защищать права пациента. Они должны защищать права пациента на каждом шагу обращения медицинской помощи. И вот это главная функция страховых медицинских организаций. Ну и, соответственно, есть ряд случаев, в том числе статистика, о которой вы уже сейчас сказали, о том, что не все граждане информированы о своих полномочиях, о своих правах. И, наверное, в этом есть большая проблема. И в этом проблема дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере. Ну и в продолжение обозначенной темы наш традиционный блиц-опрос. Съемочная группа телеканала «Новый век» вышла на улицы Казани, чтобы узнать, насколько жители нашей столицы осведомлены о предназначении и назначении страхового медицинского полиса. Давайте посмотрим наш сюжет. Внимание на экран. Субтитры предоставил DimaTorzok Что делать? Ну, пока ничего. Просто молча повозмущаюсь и дальше никуда не... А почему в этом случае не позвонить в страховую компанию и не решить вопрос через них? Не знаю. Мне кажется, это себе дороже встанет. И нервы свои потрепать, и время потратить, мне кажется, из этого не будет толку. Приходилось ли вам обращаться в медицинскую страховую компанию? Нет. А знаете ли вы, что если качество медицинского обслуживания не устраивает, можно к ним обратиться за помощью? Тоже нет, не знала. А почему? Ну, в общем-то, я не знаю, даже, возможно, сама не проверяла такую информацию, и нигде она тоже не публикуется. Не распространена. А если вдруг качество медицинских услуг вас не удовлетворило, знаете ли вы, что можно обратиться в медицинскую страховую компанию? Нет. А почему? А не знаю, почему. Вот не знаю, и все, я вот от вас в первый раз слышу, я хожу в платную тогда, я пойду в какую-то медицинскую эту, и все. Неужели, когда вы получали медицинский полис, вам никто об этом не говорил? Я даже не помню, это было давно. Если вдруг медицинское обслуживание вас не устраивает, знаете ли вы, что можно обратиться в страховую компанию за помощью? Слышал, но деталей не знаю. Вас качество медицины устраивает, спорных моментов не возникало, либо вы просто не знаете, что они существуют и могут отстаивать права пациентов? Нет, не знала. Да, я слышала, но все, пока еще не использовала этот момент в своей жизни. То есть качество медицины вас в данный момент устраивает? Да, на данный момент. На данный момент, да. Может, просто некогда ходить. Нет, никогда не приходилось. А почему? Потому что вы не знаете, что такие страховые компании существуют, либо просто необходимости не было? У меня необходимости не было никакой. То есть все устраивает? Да, я с работы прикреплена в клинику, где мне очень хорошо обслужить, я очень довольна. Рызакиевич, вот наглядный пример того, что жители Татарстана далеко не все знают, для чего, собственно, нужен страховой медицинский полис. Не пора ли устроить своеобразный ликбез и объяснить татарстанцам, что если качество медицинских услуг не удовлетворяет, то нужно жаловаться именно в страховую медицинскую организацию, али, например, депутатам в госсовет? Конечно, да. Необходим ликбез, необходимо обучение, необходимо изменение стратегии. Очень важно совершенствование законодательства в этой сфере. Но я еще и хочу сказать о том, что все-таки мы должны четко знать свои права. Обращаясь за медицинской помощью в системе обязательного медицинского страхования, за бесплатной медицинской помощью, права граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, совершенно четко прописаны законодательством. Мы живем в правовом государстве, и, безусловно, для того, чтобы защищать свои права, необходимо их знать. И, конечно же, я думаю, что нам всем необходимо приложить усилия для того, чтобы наши граждане все-таки знали свои права, в том числе ваша передача, это большой вклад в эту работу. Но вместе с тем и граждане должны все-таки интересоваться своими правами, потому что права очень большие. Может быть, страховые компании должны информировать своих клиентов? В целом, страховые компании делают, на мой взгляд, на сегодняшний день достаточно много работы. В любой государственной медицинской организации, медицинская организация, которая работает в системе обязательного медицинского страхования, получает финансовое обеспечение на оказание этих услуг, есть определенный регламент. Я знаю, что в законодательстве в последние годы внесены изменения, и в медицинских организациях сейчас появляются страховые представители, есть прямые круглосуточные телефоны. Я сам сталкивался с ситуацией, когда граждане действительно, не зная своих прав, это была конкретная ситуация, через фейсбук ко мне обратилась жительница Альметьевска, отказали в помощи маленькому ребенку, застрахованному, в системе обязательного медицинского страхования. Конечно же, из Москвы я позвонил, мы тут же этот вопрос решили, но когда я спросил женщину, которая подключила всех возможных знакомых, как традиционно это бывает, оказалось, что она на самом деле не знала. Если бы она позвонила в страховую компанию, вопрос был бы немедленно решен. Очень приятно, что здесь присутствует Ленар Рустамович, потому что я все-таки через фейсбук написал в страховую компанию, ответ получил через два часа. То же самое могла бы сделать эта женщина и решить вопрос совершенно нормально. Ну, а может быть на законодательном уровне ситуация требует какого-то решения? Вы знаете, когда отсутствует или не устраивает решение какого-то вопроса, надо искать действительно причины. Причины в том числе и в совершенстве законодательства. Это абсолютно четко. Если принять законопроект, который обязывал бы, может быть, более плотную информационную работу со стороны страховых компаний проводить, нужны ли какие-то дополнительные деньги, финансирование из бюджета? Вы знаете, нет. Я не думаю, что какие-то дополнительные деньги и финансирование из бюджета здесь необходимо. Здесь вопрос стоит о совершенствовании той ситуации, которая есть. И, конечно же, в эффективности. В этой связи, мной как депутатом Государственной Думы сейчас вместе с Государственным Советом Республики Татарстан подготовлен законопроект, который мы обсуждали, он уже внесен, о том, чтобы страховая компания имела возможность, а парламент региона, по крайней мере Государственный Совет Республики Татарстан, имел возможность заслушать о том, каким образом страховая компания защищает права граждан. Предоставить трибуну страховой компании. При этом можно было бы спросить у страховой компании, а как вы работаете, ну и, соответственно, дать возможность страховой компании высказать свою позицию. Ведь страховая компания, защищая права пациента, должна иметь также определенные полномочия. Полномочия влиять на принятие программы государственных гарантий. Полномочия влиять на ту или иную ситуацию в сфере организации здравоохранения. За нее отвечает исполнительный орган власти, в частности, Министерство здравоохранения того или иного региона. Поэтому, на наш взгляд, этот проект федерального закона устранил бы, скажем так, отсутствие полномочий в определенных вопросах страховой компании. Мне кажется, был бы такой более четкий баланс в этом вопросе. Рустам Эльгизович, по долгу своей службы я знаю, вы, как говорится, держите руку на пульсе. В государственную информационную систему народный контроль поступают всевозможные сообщения татарстанцев, в том числе и жалобы, касающиеся медицинского обеспечения. Существует ли какая-нибудь статистика, которая говорит, на какую сферу медицины наши граждане жалуются чаще всего? В государственную информационную систему Республики Татарстан народный контроль поступают обращения граждан по категории поликлиники и больницы на работу учреждения здравоохранения Республики Татарстан. Только за 2017 год поступило более 880 обращений граждан. К примеру, за первый квартал 2018 года количество обращений уже составило 460. Это на работу учреждения здравоохранения Республики Татарстан. Она проведена анализ всех обращений граждан, поступающих в народный контроль Республики Татарстан, позволил выявить основные направления, по которым обращаются граждане. Это первая недоступность записи к врачу в электронном виде, в том числе и очереди на прием к врачу. В том числе и комфортные условия учреждения здравоохранения, лекарства и обеспечения, функционирование медицинского оборудования. И по иным вопросам система принимает практически все вопросы, по которым есть учреждения здравоохранения на сегодняшний день. Айрад Ализович, наверняка свою статистику на сей счет ведет и Минздрав тоже. Существуют ли в вашей практике конкретные примеры решения конкретных человеческих проблем? Конечно, мы свою статистику обязательно ведем. Но в данный момент я бы хотел сказать, что по конкретному случаю Айрад Закич упомянул. Наша позиция заключается в том, что в принципе недостаточное информационное обеспечение населения как раз приводит к тому, что жалуется в народный контроль и Министерство здравоохранения как исполнительный орган. Но по большому счету все взаимодействие, конечно же, должно строиться со страховыми компаниями как кураторами качества выполнения закона охраны здоровья, качества выполнения и оказания медицинских услуг пациентам. Естественно, я думаю, что вопрос в этом есть. О взаимодействии в данном случае информационном в первую очередь. Ну тогда ваше мнение, насколько эффективна страховая медицина в Татарстане? Ну вопрос риторический. Страховая медицина эффективна, но может быть недостаточно еще пока. Когда страховая компания друг, враг или может быть партнер? Теперь не просто риторический, лирический вопрос. Конечно же, страховая компания не друг, но и не враг. А полноправный партнер в выполнении федерального закона об охране здоровья граждан. Это точно. Любовь Николаевна, Росздравнадзор по Татарстану также осуществляет контрольные функции. При этом ваше ведомство с 2012 года выделено из системы Минздрава. Значит, к вам можно задавать вопрос как к независимому игроку. Достаточно ли полномочий в вашем распоряжении? Да, хочу сказать, что больше 10 лет был создан Росздравнадзор. Основными полномочиями которой является как раз государственный контроль качества безопасности и медицинской помощи. Вот на мой взгляд, очень четко должны быть разделены уровни контроля и люди ответственные за этот контроль. То есть если государственный контроль, то это смертельный случай, это случай нанесения ущерба здоровью. Если это более мелкие вопросы, ну скажем, вопросы неприкрепления к поликлинике, вопросы, может быть, недоступности приема к врачу, то, конечно, вопрос должен спускаться на более низкий уровень. И вот когда каждая организация понимает свое место и соблюдает его, то, наверное, массу вопросов можно совершенно вот снять. Я хочу привести пример, что когда у нас была создана в центральном аппарате в Москве горячая линия по наркотическому обезболиванию, вы помните, что были ситуации, когда люди заканчивали жизнь самоубийством, не получив обезболивания. Была создана горячая линия. И вот как только информация о работе этой горячей линии попала в сеть, она начала очень активно работать. В настоящее время мы принимаем в день 700 звонков, начинали с одного, трех, четырех. И фактически по обезболиванию вопросов уже нет. 1% обезболивания, 99% имея информацию о канале, куда можно обратиться, они туда складывают все свои вопросы. Вот я считаю, здесь тоже дисбаланс. Конечно, масса вопросов должна уйти на уровень страховой компании, на уровень медорганизации, на уровень ФОМСа, на уровень Минздрава. И только потом уже на госконтроль, как в федеральный орган исполнительной власти. А вот такое разграничение или понимание своих обязанностей сегодня существует или не до конца? Вы знаете, я думаю, что не до конца существует. И вот сейчас наша федеральная служба прислала нам образец баннера, который должен быть размещен в медицинских организациях, где четко должны быть указаны телефоны, фамилии, имена, отчества, куда может пациент обратиться по тем или иным вопросам. И я даже предлагаю, вот пользуясь аудиторией, как бы вот этот эксперимент, этот пилот запустить у нас. Потому что, вот опять-таки, по данным центрального аппарата нашего, 44% обращений решается в первой сутки. Это значит, что они легко решаемые. Не надо какое-то дополнительное финансирование, обучение специалистов. И хотя дается 30 дней на рассмотрение обращения, но когда обращение в течение суток решается, значит, оно вполне могло быть решено даже главным врачом учреждения. То есть я считаю, что вот эту структуру надо выстраивать. И прежде всего это должно быть широчайшее информирование. Вот прям просто вдалбливание в голову вот тех телефонов и лиц, к которым можно обратиться. А где эту информацию найти? Я думаю, что надо начать с поликлиник. То есть вот когда человек заходит в поликлинику, он должен упереться лицом, глазами, вот в баннер, который ему говорит о том, что если будут его права нарушены, то у него есть возможности обратиться вот по телефону. Не звонить в Москву по горячей линии. Потому что мы сами с вами понимаем, что звонок вернется к конкретному исполнителю. Вот когда у пациента будет возможность определить, кому же ему звонить, я думаю, что тоже массовый вопрос мы с ним. Вот Рустам Ильгизович привел пример. Проблемы возникают с записью к врачу. Вот что делать в этой ситуации? Ну, я думаю, что это уровень ответственности страховой организации. То есть мы четко понимаем уже, вот работаем на своем месте, что да, если вот, как я сказала, уже произошла смерть пациента в силу каких-либо причин, этим заниматься будем мы, несомненно. Если он не может попасть к врачу, это уровень страховой организации. Если врач косо посмотрел, я думаю, это уровень главного врача поликлиники, который вполне может решить эти этические вопросы. Если мы говорим о контрольных функциях вашего ведомства, то с какими проблемами вы сталкиваетесь, вот если говорить о повседневной работе? Вы знаете, мы, честно говоря, столкнулись с тем, что вал жалоб вот действительно продолжает вот так вот накручиваться. И если мы в начале своей деятельности около 200 жалоб в год имели, вот в прошлом году их было 2000. То есть мы понимаем, что здесь действительно должна быть четкая сортировка, для того, чтобы государственный орган не превращался в ведомство по разбору жалоб. Это не совсем наша функция. Чтобы каждый уполномоченный орган понимал свои задачи и, соответственно, отвечал на те проблемы, которые стоят у пациента. Рустам Ильгезович, вы говорили о сообщениях, которые поступают в государственную информационную систему. А что происходит далее? Как вот скоординировать эту работу? Каждое обращение, которое поступает в информационную систему, обрабатывается у нас колл-центром Республики Тарстан при Министерстве связи. Все уведомления по данной категории поступают под оратору категории в государственную информационную систему, народную контроль, Министерство здравоохранения. Данное уведомление принимается. И каждый день поступления рассматривается и по тем иным вопросам, и по районам направляется в то иное учреждение здравоохранения Республики Тарстан для принимать необходимых мер. То есть в данном случае совместная работа Министерства здравоохранения Республики Тарстан, аппарат уполномоченных правового человека Республики Тарстан, как контроль, в данном случае ведется ежедневно и ежемесячно. А как-то проконтролировать эту работу можно? Насколько эффективно отреагировало, допустим, то же самое министерство на обращение гражданина? Может быть, просто отнеслись к формальности? На сегодняшний день в категории поликлиники больницы все обращения поступают с 2012 года создания введения. Министерство здравоохранения Республики Тарстан рассматривает в день практически все, и уведомления обращения максимум 1-2 дня. То есть все положительные результаты 100% практически в выполнении. Да, 98% в выполнении. Арат Закевич, по вашему мнению, как сделать страховую медицину, может быть, еще более эффективной? Ведь существует два варианта получения медицинской помощи. Это в соответствии с полисом, который есть у каждого из нас, и, соответственно, платные медицинские услуги. Некоторые эксперты предлагают совместить два этих подхода, и часть затрат, которые несет пациент, обращаясь в платную поликлинику, компенсировать за счет бюджета. Можно ли такое осуществить в обозримом будущем? В обозримом будущем можно сделать все, что угодно, но на сегодняшний день законом гарантирована бесплатная медицинская помощь. И на самом деле все, что гарантировано законодательством, должно исполняться. Вы сказали очень хорошую фразу, что необходимо сделать на сегодняшний день, в том числе нам всем вместе. Мы действительно сегодня имеем факт того, что, и ваш сюжет это показал, очень большая доля граждан не знает о системе обязательного медицинского страхования, не знает о своих правах. И, наверное, первым результатом, первым главным советом нашей передачи должно стать следующее. Найдите свой страховой полис, возьмите его в руки, уточните название вашей страховой компании. Для граждан Республики Татарстан чаще всего это три страховые компании, а в целом в Российской Федерации их примерно 40, с небольшим. На полисе обязательного медицинского страхования есть телефон горячей линии, чаще всего он круглосуточный, есть сайт страховой компании. И необходимо потратить 15-20 минут, которые позволят определить права, как застрахованного государством гражданина. Я хотел бы сказать, кто является страхователем. Страхователем неработающих людей, то есть детей и пенсионеров, является правительство Республики Татарстан. Соответственно, оно перечисляет за каждого гражданина очень и очень приличную сумму в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Страхователем работающих граждан является работодатель. Работодатель перечисляет по ставке 5,9% от фонда заработной платы на каждого гражданина застрахованного в системе обязательного медицинского страхования. Ну и индивидуальные предприниматели также самостоятельно перечисляют. То есть я хочу сказать о том, что очень важно знать свои права. И если каждый будет совершенно четко знать и пользоваться этим правом, я думаю, ситуация может кардинально измениться. Конечно же, очень большой аспект – это совершенствование законодательства. Мы должны, на мой взгляд, идти в направлении, давая дополнительные полномочия для страховых медицинских организаций. Дополнительные полномочия в части принятия решений, дополнительные полномочия в части участия в программе госгарантии, дополнительные полномочия в части вообще рискового страхования. Ведь фактически за оказанную медицинскую помощь оплату осуществляет на сегодняшний день страховая медицинская организация. Соответственно, ей деньги перечисляет территориальный фонд обязательного медицинского страхования. И сегодня у страховой медицинской организации достаточно возможностей, чтобы проявить свою принципиальность, но жизнь показывает, что этого недостаточно. И необходимо идти по пути совершенствования законодательства, что в целом сейчас мы и делаем. Вы сказали о принципиальности. Как страховая компания может воздействовать на поликлинику или больницу? Страховая компания может просто не перечислить оплату за оказанную медицинскую помощь. При этом оказать и штрафные санкции. Но я считаю, что это крайняя мера, поскольку неполучение медицинской организации финансовых ресурсов ставит ее в очень сложное положение. Поэтому здесь надо искать более гибкие механизмы. В республике Татарстан по сравнению с другими субъектами всегда удавалось находить более гибкие механизмы для более эффективного управления этой ситуацией. Но в целом я считаю, что мы должны идти по пути совершенствования законодательства в Российской Федерации. И я уже много раз говорил о том, что, конечно же, вопрос эффективности на уровне субъекта – это безусловный резерв. Но основные полномочия по принятию решений, по внесению изменений в законодательство, об обязательном медицинском страховании – это, конечно же, полномочия федерального центра. И поэтому очень важно позицию, новации доводить до федерального центра для тех, кто имеет право вносить изменения в законодательство. И вот это важный вопрос совершенствования законодательства сегодня. Одна из частых проблем, о которой, кстати, говорили совсем, может быть, в недавнем прошлом – это приписки. Как ситуация состоит в этом направлении сейчас? На мой взгляд, вопрос приписок сейчас уже исчерпан. Были системные проблемы, и в те времена, когда эта системная проблема не решалась, вопрос приписок был актуален. Сейчас, я думаю, что он практически отсутствует. Есть очень много эффективных методов уже в рамках существующего законодательства борьбы. Если вы помните, граждане Москвы, как в целом граждане любого субъекта Российской Федерации, могут получить выписку о тех видах помощи, которые они получали. И на самом деле весь вопрос возник тогда, когда граждане Москвы видели, что объем помощи, которую они получают, превышает тот объем помощи, который они реально получили. И многие граждане, которые никогда не обращались за медицинской помощью, видели, что за оказание медицинской помощи идет оплата. На самом деле, мы идем по пути цифровизации, и на мой взгляд, сегодня это уже практически невозможно, и это уже становится каким-то анахронизмом. То есть в Татарстане такой проблемы практически нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что если бы она была, выявить ее очень просто. В сравнении с другими регионами страны, насколько наши жители подкованы, может быть, в правовом смысле? Вы знаете, ситуация с обязательным медицинским страхованием, к большому сожалению, везде одинаковая. И на самом деле, вот те комментарии, которые были в вашем репортаже, они отражают ситуацию в целом по всей Российской Федерации. Это действительно большая проблема, когда граждане либо недооценивают, либо не доверяют системе обязательного страхования. Здесь очень важный вопрос, вопрос доверия. И на самом деле, при отсутствии доверия, при достаточно высоком объеме платных медицинских услуг, когда люди целенаправленно выбирают платную медицину, не обращаясь за гарантированным государством медицинской помощи, это, конечно же, очень и очень важный вопрос. Я думаю, что предстоит очень много сделать для того, чтобы преодолеть вот это недоверие. Ну что ж, вы смотрите программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Сегодня мы обсуждаем деятельность страховых медицинских компаний в Татарстане и проблемы защиты прав пациентов. О квалификации сотрудников страховых медицинских организаций, регламенте их работы мы поговорим сразу после короткой рекламы на ТНВ. Не переключайтесь. И вновь я приветствую всех зрителей нашего телеканала. Вы смотрите программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». И мы продолжаем разговор о проблемах защиты прав пациентов в Татарстане и работе страховых медицинских организаций. Ленар Рустамович, следующий вопрос вам. В начале программы я обещал нашим телезрителям рассказать, собственно, о регламенте работы страховых медицинских организаций. Ну давайте начнем, может быть, с каких-то общих принципов. Контакт-центр в страховой компании у нас работает уже 8 лет. В год мы применимаем порядка 25 тысяч звонков. Операторы, если вы так много говорили о контакт-центре, операторы в основном имеют среднее медицинское образование. И вот внимательно слушая спикеров, организация работы системы здравоохранения большую роль относится к страховым компаниям. Но надо отметить, что мы подключаемся только тогда, когда есть проблема. Когда приходит пациент в лечебное учреждение, он приходит же не исполнить свои возможности. Он идет в больницу, чтобы решить свою проблему со здравоохранением. И когда возникают проблемы, тогда и вспоминать, что с этим делать. И у нас есть такой проект, называется «Здесь и сейчас», когда наш застрахованный, имея проблемы в лечебном учреждении, может к нам обратиться на нашу горячую службу. И мы по нашей технологии будем решать проблему, пока пациент не ушел из больницы. То есть не переходит в бюрократию, напишет заявление и так далее. А им надо решить проблему, пока пациент находится в лечебном учреждении. А что это за технологии? Можете пояснить? У нас есть по каждому лечебному учреждению ответственный, который ответственный за решение проблем по застрахованным. У нас, естественно, есть все контакты, все координаты. И когда у пациента есть проблемы, непосредственно связываемся с ответственным в лечебном учреждении и решаем проблему, исходя из той задачи, которая стоит. В основном удовлетворенность по данному вопросу очень высокая. Надо сказать, что ни одно лечебное учреждение не относится к этому вопросу прохладно или холодно и равнодушно. Как правило, мы решаем проблемы. И в неделю мы порядка получаем 140 звонков в неделю. Это достаточно высокая активность. Каждым годом активность увеличится, потому что так называемый сарафанное радио работает. Плюс наши информированные через сайт, через наши работы страховых представителей, этот процент увеличивается. И это показывает, что люди понимают, как пользоваться своими правами. Также у нас в лечебных учреждениях есть свои брендованные стенды, где на нашем стенде есть телефонный аппарат с одной кнопкой. Нажал на кнопку и сразу попал на контакт-центр. И транслирует свои проблемы. И, соответственно, вся система подключается для решения этих проблем. Но вот понимая, как все устроено и как мы развиваемся, надо сказать, что мы пытаемся решить старые проблемы старыми способами. Когда человек приходит, когда есть проблема, тогда мы начинаем решать ее. Наверное, было бы правильно подумать о том, чтобы пациент шел в больницу уже проинформированный, подготовлен по всему своему маршруту в лечебном учреждении. Не решать ту проблему, которая возникнет, а ее быть проактивным в ее решении, просто в ее недопущении. Для этого контакт-центр должен иметь, по нашему мнению, доступ ко всем базам. Должен иметь доступ к ЕГИЗу. Чтобы уже прогнозировать, исходя из симптоматики, которые нам транслирует наш пациент, с какой проблемой у нее в больнице, чтобы ее уже прогнозировать, ее способ решения. Тогда и удовлетворенность будет. Тогда и не надо будет то, что мы слышали от населения, что не знаю, не пользовался. Надо вообще не допускать этого. Зачем нам тушить пожар, который возник? Надо его просто не допускать. И над этим вопросом мы сейчас работаем. В Альметьске мы запускаем пилот, когда будет один единый контакт-центр, где у оператора будет подключен ко всем базам. И мы будем видеть весь маршрут, исходя из того, в чем проблема. И плюс очень комфортно можно запускать технологии телемедицины, когда через этот процесс можно решить вопрос с доступностью. Мы видим, что нет этого врача. Мы видим, что пациент уже не попадет, потому что просто все окошки забиты. Соответственно, надо решать проблему уже до появления пациента в лечебном учреждении. Зачем его по кругу пускать, чтобы он мыкался, тыкался. Надо, чтобы он пришел, и ему было понятно свою проблему решать. И вот, я думаю, в Альметьске тот пилот, который мы сейчас запускаем, он ответит на эти вопросы по состоятельности данного процесса. А с проблемой доверия что делать? Ну, если вот жители Татарстана не верят в возможности страховых компаний, как их переубедить? Вы знаете, мы с такой не сталкивались, что нам не верят, когда обращаются, мы решаем. И удовлетворенность очень высоко. Вот смотрите, почему я еще раз скажу, что я уверен, что надо именно так делать. 25 тысяч обращений, которые к нам приходят в год, 10% только по качеству лечения. Все остальные вопросы с организацией оказания лечебной помощи, в том числе и с платными услугами. То есть, организационные вопросы. По качеству особо-то нет вопросов. Вот для этого и нужно решать нам вопрос в принципе, а не локально. Артур Анварович, следующий вопрос вам. Скажите, пожалуйста, за вашей деятельностью кто осуществляет контроль и кому, собственно, вы подчиняетесь? За деятельностью страхового компании осуществляет контроль, во-первых, это территориальный фонд ОМС, затем деятельность страховых компаний под контролем Центрального банка у Российской Федерации, все, что касается финансовой дисциплины. Как уже говорил Айрат Закич ранее, страховая компания, ее деятельность достаточно эволюционно переходит в цифру, цифровое страхование. Каждое обращение, которое приходит к нам в колл-центр, оно записывается и передается в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, где каждое обращение проходит свою экспертизу, свою оценку. И, соответственно, если оценка негативная, то мы, естественно, мгновенно проводим обучение персоналу, для того, чтобы эти ошибки не совершались. Но в среднем, так скажем, оценка 4,5-4,7 у нас по нашей страховой компании. Обращений за год у нас достаточно много, порядка 43 тысяч обращений, причем за 2017 год, хотел отметить, что обращение выросло в полтора раза. Мы это связываем с тем, что страховая компания «Спасение», как и все другие страховые компании, они ведут информатизацию по диспансеризации взрослого населения. То есть каждый год граждане, которые подлежат диспансеризации, от страховой компании они получают информацию. И причем сопровождение ведется по всем уровням и по всем этапам. То есть сначала идет первый этап, потом второй. И на каждом этапе страховые представители сопровождают и дают информацию. Если человек не проходит, спрашивают, какие причины проводят анкетирование. Соответственно, вот такой эволюционный путь, я считаю, он действительно выход для того, чтобы люди больше узнавали. И со временем информированность о необходимости обращения именно в страховую компанию будет только расти. А всегда ли медицинские организации, так скажем, согласны с критикой, которая поступает от граждан, которые обращаются в вашу страховую компанию, легко ли с ними работать? Конечно, если я скажу, что всегда 100% все согласны, нет. Но для этого и существуют вышестоящие органы в виде Министерства здравоохранения, проходит согласительная комиссия, где все эти вопросы тщательно разбираются. И так или иначе компромисс всегда находится в пользу пациентов, естественно. Существует ли какой-то уже отработанный алгоритм, как должен действовать оператор колл-центра, когда к нему поступает обращение? Да, обязательно. То есть все действия оператора колл-центра жестко регламентированы. У них есть определенные речевые модули, по которым они должны действовать. И каждый страховой представитель, оператор колл-центра или страховой представитель второго уровня, проходит обязательно обучение, получают удостоверение о прохождении учебы, тестирование. И, соответственно, достаточно квалифицированно в своем уровне могут предоставить информацию. Арат Закевич, вот кто-то из татарстанцев посмотрит нашу передачу, я думаю, это будут многие тысячи человек. Появятся какие-то конструктивные предложения, касающиеся деятельности, деятельности страховых компаний. Куда, может быть, обратиться и внести свое предложение? Ну, прежде чем отвечу на ваш вопрос, я еще хотел отметить очень важное обстоятельство, которое определено так же законом, определено как право. Если гражданин застрахованный в системе обязательного медицинского страхования, я думаю, 98% граждан Республики Татарстан застрахованы, он имеет право, если он недоволен своей страховой компанией, в уведомительном порядке заменить страховой компанию. То есть этим правом также необходимо воспользоваться, причем в течение года. Поэтому от активной позиции граждан зависит так же много. С точки зрения, как работает система обязательного медицинского страхования, те деньги, которые мы платим в виде страховых взносов, направляются в Москву и в виде субвенции возвращаются в Республику Татарстан. Министерство здравоохранения Республики Татарстан как уполномоченный орган по охране здоровья граждан в Республике формирует программу государственных гарантий Республики Татарстан. Министерство здравоохранения возглавляет правление Фонда обязательного медицинского страхования. При этом территориальный орган Фонда обязательного медицинского страхования несет функции страховщика. Поэтому в целом разделение очень важное. Граждане могут обращаться как в страховую компанию, как в Министерство здравоохранения, но и, безусловно, они могут обращаться в правительство, в народный контроль. Любое обращение граждан должно работать и работать на устранение причины, которая привела к обращению граждан, которая привела к недовольству граждан к невыполнению гарантированной государства медицинской помощи, возможно, недостаточно качества. Хотя достаточно часто бывают ситуации, когда неудовлетворенность граждан связана в основном с отсутствием информации. С отсутствием информации о правах, с отсутствием информации, скажем, о достаточности лечения и так далее. Но в любом случае каждый гражданин имеет право на обращение. И все эти обращения через органы государственной власти должны рассматриваться и эффективно реализовываться. К вам, как к депутату, похожие обращения поступают? Очень много. Вы знаете, главная задача депутата, на самом деле, наряду с законотворчеством, это работа с избирателями. Все-таки мы... Этимология слова депутат посланный. Депутатус посланный. То есть мы обозначаем интересы наших избирателей. Ну и учитывая мою прошлую работу, мое медицинское образование, тогда, когда мы делаем приемы, конечно же, процентов 50 моих приемов занимает именно медицинские проблемы. Где-то ее можно решать в 70% моментально. Где-то это требует очень много времени. Конечно же, очень много вопросов, связанных с качеством оказания медицинской помощи, с доступностью медицинской помощи, с несогласием той или иной реорганизации медицинской помощи. Ну, вместе с тем, нам здесь очень много надо говорить. Мы не можем делить поле оказания медицинских услуг на наши полномочия, чьи-то другие полномочия. Достаточно часто такое бывает. Мы должны вместе, сообща, решать все эти проблемы. Я думаю, что мы идем по пути решения этих проблем. Сама меняющаяся жизнь дает нам возможность получать дополнительную информацию. Но еще раз хочу сказать, наряду с усилиями государства, наряду с усилиями республики, посмотрите, какие у нас сейчас медицинские учреждения. Просто, ну, действительно, такого нет нигде в Российской Федерации. Мы должны очень много говорить с пациентами, с теми людьми, которые обращаются за медицинской помощью, использовать свои полномочия для того, чтобы качество постоянно менялось. Ну и контакты, наверное, все ваши можно найти в интернете. Да, да. Во всех социальных сетях они есть, как в целом контакты страховой медицинской организации. Я на себе протестировал, как это работает. Вот, возвращаясь к случаю по Альмеческу, я написал от пациентки в страховую медицинскую организацию через социальную сеть, потому что они тоже там присутствуют. Я в течение двух часов получил ответ. Это все работает, просто не всегда оно используется. Айрат Далезович, а что Министерство здравоохранения делает для того, чтобы, может быть, быть более доступным тем, кому необходима медицинская помощь? И если уж существуют проблемы, как вы их решаете? Ну, Айрат Далезович правильно отметил, в общем-то, все вопросы оказания медицинской помощи можно разделить на, скажем так, две основные, на два основных пути. Первое – это вот то, что затронуто в народном контроле. Это, например, невозможность записи там в какой-то момент к врачу. Из чего она исходит? Она исходит из того, что электронные услуги в данный момент недоступны. Это один момент. Или из того, что действительно заняты все окошки, как сказано было представителям страховщика. Второй момент. То есть везде как бы есть своя причина. Доступность медицинской помощи тоже определяется несколькими моментами. Например, нет еще ФАПа или какой-то амбулатории врачебной в этом населенном пункте. Это одна проблема. Она связана с инфраструктурными затратами. Другого вида недоступность – это совершенно другой вопрос. Поэтому в этом отношении Минздрав, как исполнительный орган в этой сфере, уполномоченный орган делает все возможное, чтобы страховые компании, как инструмент контроля качества, как наш партнер, работали больше в своей работе над эффективностью оказания медицинской помощи. И, соответственно, для нас один из основных вопросов – это тоже цифровизация здравоохранения, конечно. Это очень большой вопрос, когда каждый человек в идеале, так же, как мы сейчас, наверное, привыкли к налоговым платежам, имеет свой личный кабинет, не просто имеет возможность распечатать что-то, а зайти с любого своего смартфона, компьютера, ноутбука и посмотреть полноту, качество оказания медицинских услуг лично по себе. И сделать там любую заявку, любой вопрос задать, в том числе в единой информационной системе, любому из ее пользователей. Это наша задача. Я думаю, что огромное количество обращений еще и связано с доступностью тех или иных специалистов, иногда их просто не хватает. Что делать в этой ситуации, если человек не может записаться к узкому специалисту, обращаться в страховую компанию, жаловаться в Минздрав или ждать, ну, когда же все-таки случится чудо? Ну, слово «жаловаться», наверное, не совсем подходит. Минздрав постоянно работает над вопросами маршрутизации в данном случае. Если где-то не хватает специалистов, то, естественно, организуется некое перенаправление обеспечение, но вопрос обеспечения кадрами – это извечный вопрос здравоохранения, качественными кадрами. Над этим мы тоже работаем, и здесь, конечно, мы ждем и помощи от системы образования, в том числе специального медицинского образования. Ну, а как-то ситуация меняется в последнее время? Конечно, меняется, но жизнь развивается порой быстрее, чем мы того хотим. Ну что ж, давайте, может быть, подводить итоги нашей дискуссии сегодня. И в завершении программы я предлагаю устроить небольшой блиц-опрос. И начать, может быть, с вас, Рустем Альгизович. Ваше мнение, что еще необходимо сделать в системе страхования медицинского для того, чтобы, ну, может быть, улучшить качество медицины в Старстане? На сегодняшний момент те обращения, которые у нас поступают, тоже в рамках народного контроля, есть вопросы по страховой медицине. Я думаю, более информированность населения надо создать, поскольку неинформированность населения, оно приводит к тем или иным вопросам. То есть, самое главное – информированность. Это интернет или поликлиники? Интернет, поликлиники. То есть, все те, которые есть доступные следы, средства, соцсети, и сами учреждения здравоохранения должны как бы информировать население республики. Любов Николаевна, пожалуйста. Я поддерживаю, конечно, предыдущего выступающего, потому что информирование – это залог успеха, что я знаю, куда я обращусь, и, соответственно, ответ придет гораздо быстрее. Если я обращусь не на самый верх, по принципу, вот приедет барин, барин нас рассудит, да, а именно в тот орган, который решит мой вопрос, причем быстро, может быть, даже мгновенно. Поэтому научить людей обращаться именно в компетентный орган, в полномочиях, которые являются решением данного вопроса, вот я вижу, все-таки на данный момент эта проблема существует. Пожалуйста, Леонид Рустамович. В наше понимание нужно работать над доступностью и над понятным маршрутом пациента в лечебном учреждении, для того, чтобы не было смысла обращаться. Вот за рубежом нахождение, посчитали давно, нахождение пациента в лечебном учреждении – это очень дорого. Надо решать проблемы организационные до появления в лечебном учреждении. Тогда и информирование будет само собой повышаться, и организационные вопросы будут уменьшаться именно в текущем режиме, и, соответственно, удовлетворенность будет повышаться, чтобы пациент непосредственно сразу попадал в кабинет к врачу за медицинскую манипуляцию. Вот наше мнение такое. Пожалуйста, Артур Анатольевич. Вся ситуация представляется мне еще и как технологический вызов всей системе. То есть планомерный переход в цифру всех подразделений в итоге должен дать все-таки какой-то пул взаимодействия всех организаций, и тогда уже вот эта проблема информированности, передачи информации, своевременная передача информации для того, чтобы люди знали, например, если врач заболел, врачи ведь тоже болеют, соответственно, прием отменен, чтобы это мгновенно вся информация передавалась. Соответственно, вот когда мы достигнем вот этого технологической насыщенности, соответственно, тогда и ситуация выправится. Но это буквально где-то несколько лет необходимо для всей системы, потому что большими шагами идет технологичность в здравоохранении, в страховой медицине. Поэтому всем просто надо приложить усилия и начать с малого, и шаг за шагом все это реализовывать. Радий Лизович, пожалуйста. Я полностью присоединяюсь к мнению своих коллег, но еще бы хотел добавить, чтобы направление информирования еще осуществлялось в сфере хорошего отношения к собственному здоровью людей. То есть начиная с себя. Да, чтобы они из, ну, так сказать, людей не превращались в пациентов, или превращались как можно реже. Радий Лизович, время наше ограничено в эфире, поэтому предлагаю подвести итоги нашей сегодняшней дискуссии. Экспертов послушали, какое мнение у вас сложилось? Ну, первое, очень актуальная и важная тема, которую вы подняли. Та тема, которая действительно могла бы устранить очень большой такой вакуум в вопросе. И на самом деле вопрос информированности граждан, вопрос прав граждан, он требует информированности, в первую очередь, от граждан. На сегодняшний день для этого условия все созданы. С точки зрения работы страховых компаний, созданы условия для их работы. В целом, они защищают права пациентов, но возможности, функционал страховых компаний в системе обязательного медицинского страхования должен быть существенно выше. Они должны иметь большие полномочия в части формирования программ госгарантии, они должны иметь серьезные полномочия в части влияния на исполнительный орган власти, это мое мнение. И на самом деле, они должны больше работать с экспертным сообществом. То есть, их уровень в этой системе должен быть выше. И в целом, на это и нацелен проект федерального закона, который вот мной подготовлен, обсужден в Государственном Совете. Но я поддержу мнение Айрата Лезовича. Перед нами стоит очень важная задача. На сегодняшний день мы живем почти на 10 лет, мужчины, на 10 лет меньше, чем во всем мире. Мы имеем гиперсмертность сегодня в трудоспособном возрасте среди мужчин. Мы имеем значительно меньшие возможности работоспособной продолжительности жизни. Поэтому, один из важнейших аспектов, конечно же, чтобы каждый отвечал еще за свое собственное здоровье. И последнее, что бы я хотел сказать, начинается новый политический цикл. У нас есть новое правительство. И, конечно же, системные проблемы, нерешенные проблемы в системе обязательного медицинского страхования должны находить все-таки в виде приоритета работы нового правительства. Это и вопросы лекарственного обеспечения. Мы сегодня не говорили, но важнейшая тема – заработная плата врачей. Защищенность врачей перед различными ситуациями, которые складываются, это такая же профессиональная защищенность. Она чрезвычайно важна. Я думаю, что решение этих проблем, наряду с конкретизацией тех гарантий, которые дает государство, мы не раз говорили о доступности. Очень важно понимать, если ждать какой-то очереди узкого специалиста, мы должны нормативно определить, сколько человек должен ждать этой очереди. Он готов ждать. Но если об этом нет никаких документов, конечно же, возникают проблемы. То есть здесь очень важно системно на федеральном уровне устранить целый ряд проблем, которые, безусловно, дадут возможность еще более эффективно развиваться нашему здравоохранению. Ну а самое главное – людям изменить оценку системы охраны здоровья, изменить свою позицию и, скажем так, что выразиться в большем доверии к системе охраны здоровья. Все-таки охрана здоровья – это важнейший ресурс, это человеческий капитал, это то, чем всегда гордилась, славилась наша страна. И, безусловно, те задачи, которые сегодня стоят перед экономикой, перед нашей страной, они решаемы, только опираясь на человеческий капитал. Важнейшая составляющая человеческого капитала, конечно же, система охраны здоровья. Ну что ж, я благодарю всех, кто сегодня принял участие в нашей программе. Надеюсь, этот разговор был нам не только интересен, но еще и полезен для всех наших телезрителей. Вы смотрели программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». До встречи на ТНВ. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ